Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем говорить о травяной растительности. Меня зовут Оксана Владимировна Чередниченко. Я доцент кафедры экологии и географии растений. И мы с вами сейчас находимся на лугу в пойме реки Москвы на Звенигородской биостанции МГУ. Давайте для начала разберемся, что же такое луг. Большинство людей не задумываются над этим вопросом. И любое открытое пространство считают полем. Однако поле это совсем не луг. Поле ежегодно вспахивают и засеивают сельскохозяйственными культурами. Луг это совсем другое. На лугу живут многолетние растения. И эти места могут очень длительное время не подвергаться распашке. Александр Петрович Шенников дал точное и емкое определение того, что же такое луг. Луг. Это геоботаническое понятие. Луг это растительное сообщество многолетних травянистых мизофитов. То есть растения, обитающие на лугу, живут много лет. И они являются мизофитами. То есть предпочитают средние условия по увлажнению. Это отличает луга от степей, которые располагаются южнее и живут в ксерофитных условиях. То есть степь это сообщество ксерофитов. И в отличие от лугов, степи имеют два периода покоя. То есть луга впадают в покой, ну как вы легко догадаетесь, зимой. Потому что зимой у нас в принципе вся растительность находится в состоянии покоя. А степи, кроме зимнего покоя, имеют еще летний период покоя, связанный с недостатком осадков. И вегетация возобновляется после того, как становится больше влаги. Чем еще отличаются луга от степей? Луга это азональная растительность. То есть они не образуют собственной природной зоны. И располагаются в пределах разных зон, в специфических местах обитаниях. В отличие от них степи образуют зону степей. Если вы поедете на юг, то вы обязательно с ней познакомитесь. Единственная проблема состоит в том, что степи растут на очень богатых почвах, на черноземах. Поэтому за последний век их распахали. И найти сохранившиеся участки степей достаточно сложно. Лугам повезло больше. И несмотря на то, что со своей природной зоной они не образуют, тем не менее у лугов есть один очень важный фактор, который их поддерживает. Луга являются полуестественными сообществами. То есть они образовались и поддерживаются хозяйственной деятельностью человека. Это не значит, что человек их полностью создал собственными руками. Но они возникли в результате хозяйственной деятельности человека. В результате выпаса и сенокошения. Так как люди на открытых участках пасли скот и заготавливали для него сено. И в результате многовекового использования получилось то, что мы с вами можем наблюдать сейчас. Сформировался комплекс видов, приспособленный к выпасу и сенокошению. И обитанию на открытых местах. Луга лесной зоны Луга лесной зоны имеют антропогенное происхождение. И они являются полуестественными сообществами. Однако иногда бывает так, что создаются условия для формирования естественных лугов. Это происходит там, где многолетние травянистые мизофиты получают конкурентное преимущество. Мы можем такое наблюдать в холодных областях. Например, в высокогорьях, где формируются альпийские луга. В субарктике, в субантарктике. На морских и океанических побережьях. И там развиваются приморские и приокеанические луга. Или луга могут иметь зоогенное происхождение. Когда есть какие-то животные, которые, допустим, уничтожают деревья. Или как бобры подтапливают пойму реки. Тогда древостой не может существовать в таких условиях. И отмирает, и формируются влажные луга. Мы с вами уже обсуждали, что луга являются полуестественными сообществами. И они возникли в результате хозяйственной деятельности человека. Возникает вопрос, что же было здесь до того, как человек преобразовал эти ландшафты. Вообще, здесь были леса. Пойменные леса, состоящие из ив и ольх. Если мы с вами посмотрим на снимок с квадрокоптера, то мы видим, что местами есть остатки пойменных ивников. Здесь у нас два основных вида ив. Ива белая салексальба и ивксинская салексэугзина. Вы видите, они хорошо отличаются по цвету. Ива белая действительно такая беловатая. Сейчас участки эти приурочены к прирословому валу. И там такие богатые тенистые места обитания. Растут нитрофильные виды, то есть те, которые требовательны к богатству почвы. Такие как крапива, сныть. И так как эти места обитания являются нарушаемыми в результате ежегодного подтопления полыми водами или при спуске водохранилища, то здесь много видов, связанных с нарушениями. По положению в рельефе луга можно разделить на пойменные и материковые. Материковые луга делятся на суходольные и низинные. Суходольные обитают на повышениях водоразделов, а низинные, соответственно, на понижениях. Пойменные луга очень разнообразны, потому что в пойме очень большое разнообразие места обитаний. И для того, чтобы это лучше понять, мы с вами должны рассмотреть строение типичной поймы, а потом обсудить, чем пойма нашей Москвы-реки отличается от типичного строения. Типичная пойма состоит из трех частей. Прирусловой вал, центральная часть поймы и притерастная часть. Эти части различаются по гранулометрическому составу почв и режиму увлажнения. Дело в том, что весной, во время половодья, река разливается, затопляет пойму. Кстати, пойма – это ежегодно затопляемая часть речной долины. И частицы осаждаются в пойме в зависимости от скорости течения воды и в зависимости от их массы. Поэтому рядом с рекой осаждаются самые крупные частицы. Среднего размера частицы осаждаются в центральной части поймы и в притерастной части, там, где дальше всего от реки, медленнее всего течет вода, осаждаются самые мелкие глинистые частицы. Поэтому в разных частях поймы разные почвы, как я уже сказала, и на них развивается разная растительность. Сейчас я вам описала типичное строение поймы. Но наша пойма в пределах Звенегородской биостанции отличается от типичного строения. Сейчас я стою на прирусловом валу реки Москвы. Вот это повышение вдоль русла есть прирусловой вал. Я спустилась с прируслового вала в понижение. И вот эта вот узкая часть – это центральная часть поймы реки Москвы. Я вышла из современной части поймы и поднялась по склону первой надпойменной террасы. И вот теперь я стою на границе первой надпойменной террасы. В настоящее время она не затапливается, но были периоды, когда она заливалась. Поэтому мы ее также называем высокой поймой. В разных частях поймы создаются различные экологические условия. И поэтому в каждой части поймы формируются специфические растительные сообщества. Сейчас мы с вами находимся на прирусловом валу. И посмотрите, здесь доминируют длиннокорневичные злаки. Почему именно длиннокорневичные злаки обитают на прирусловом валу? Как я уже говорила, здесь осаждаются частицы наиболее крупного размера. И так как между ними достаточно много пространства, то формируются почвы легкого гранулометрического состава. И такие почвы имеют благоприятный воздушный режим. С другой стороны, каждый год здесь происходит отложение наилка, которое несут полые воды. Поэтому в этих условиях длиннокорневичные злаки чувствуют себя очень хорошо. С одной стороны, они приспособлены к таким нестабильным условиям, когда каждый год откладывается наилок, то есть тот материал, который несут полые воды. С другой стороны, длинные корневища чувствительны к содержанию кислорода в почве. А здесь с этим все в порядке. Поэтому эти условия для них благоприятны. Какие же виды мы с вами здесь можем встретить? Во-первых, это пырей ползучий, или тригиорепенс. И во-вторых, это кострец безостый, бромопсис инермис. Мы с вами уже обсуждали, что пойма на территории Звенигородской биостанции имеет нетипичное строение. Современная пойма представлена узкой полосой. Прирусловой вал выражен фрагментарно. Тем не менее, на прирусловом валу мы с вами видели все те сообщества, которые там должны быть. Центральная часть поймы совсем узкая, и поэтому, в принципе, там нет тех пойменных лугов, которые характерны для центральной части поймы. В норме, при типичном строении поймы, в центральной части складываются наиболее благоприятные условия для жизни лугов. Поэтому здесь встречаются самые богатые видами красочные луга с доминированием рыхлодерновинных злаков. Тем не менее, такие луга на территории Звенигородской биостанции мы можем найти с вами здесь, на высокой пойме. Вот этот участок, где я сейчас стою, это древняя доголоценовая пойма, которая образовалась в поздней Ледниковье. И время от времени она затапливалась в некоторые периоды, в некоторые периоды не затапливалась. И последний максимум затопления был с конца XVIII по начало XX века. Это было связано с периодом максимальной распашки. И именно тогда были самые высокие паводки. Как вы думаете, как это связано? Ну, конечно, лес регулирует сток с водораздела, и поэтому, когда леса мало, то все, что попадает на водораздел, стекает вниз и попадает в реку. За счет этого бывают очень высокие паводки и затапливаются значительные территории. В настоящий момент этот участок не затапливается. И вообще сток реки Москвы зарегулирован постройкой Можайского водохранилища. Его построили в начале 60-х годов XX века. Тем не менее, мы с вами могли бы своими глазами увидеть доказательства того, что здесь была настоящая пойма, которая затапливалась, и здесь проходили все те процессы, которые должны проходить в пойме. Если бы мы с вами взяли лопату и выкопали почвенный разрез, то мы бы увидели здесь алювиально-луговые почвы, типичные для центральной части поймы. Вообще, если говорить о почвенном профиле, то мы бы могли увидеть значительную разницу между почвами прируслового вала и центральной части поймы. Дело в том, что вода в Москве-реке имеет ПАЖ близкое к 8. И почвы прируслового вала имеют щелочную реакцию. Если бы мы с вами капнули кислотой, то мы бы увидели такое характерное закипание. И ничего подобного не происходило бы в почвенном разрезе здесь, на центральной части поймы. Теперь поговорим про наиболее удаленную от реки притерасную часть поймы. Здесь она тоже выражена в пределах высокой поймы. Вообще, для притерасной части поймы характерно более высокое увлажнение, чем для центральной части поймы. как правило, во-первых, там тяжелые гранулометры имеют тяжелый гранулометрический состав, во-вторых, обычно идет сток с древних террас реки, и поэтому притерасная часть поймы часто бывает заболочена, и у нас здесь есть даже настоящее низинное болото. Здесь, на съемке с квадрокоптера, вы можете посмотреть, это низинное болото сверху, там выделяются даже пояса растительности, можно увидеть двукисточник, таволгу, они имеют немножко разный цвет. Прошлый год был очень сухим, обычно в этом болоте есть зеркало открытой воды, но в прошлом году болото высохло, и в этом году еще не восстановилось нормальное его обводнение. Тем не менее, это настоящее низинное болото со всем комплексом видов, которые характерны для низинных болот. Ни один фитоциноз не существует вечно, с течением времени растительные сообщества изменяются, и часто эти изменения бывают необратимыми. Необратимые направленные изменения фитоцинозов называются сукцессии. как мы с вами обсуждали раньше, луга возникли и поддерживаются в результате хозяйственной деятельности человека, выпаса и сенокошения. Но травяные сообщества очень подвижные, и при изменении землепользования они также начинают изменяться. если выпасы сенокошения прекращаются, то травяные сообщества начинают зарастать лесом. Так как мы находимся в лесной зоне, то в принципе у нас везде должен быть лес. Ну вот мы с вами находимся на лугу, которую уже достаточно давно не косят, здесь никого не пасут, и вот мы можем увидеть, что начали здесь появляться кусты. Иногда на луга вселяются не деревья и кустарники, и на их месте не возникает лес, а могут поселяться разные специальные виды. Например, вейник наземный. Это крупный злак, который на заброшенных лугах разрастается и формирует монодоминантные травостои. Вейник наземный считается вредным растением для лугов по некоторым, по ряду причин. Во-первых, он формирует густые плотные заросли, и при этом снижается видовое богатство лугов, и такая система становится менее устойчивой. Вообще, фитоциноз чем более разнообразен, тем он устойчивее. Во-вторых, вейник наземный имеет низкую кормовую ценность, поэтому, если этот лук как-то используется, то это очень плохо, если на нем растет вейник. И, в-третьих, вейник формирует толстый слой ветоши, то есть отмерших остатков, которые каждый год накапливаются. Ветошь швейника очень бедна элементами минерального питания, богата целлюлозой, в силу этого она плохо разлагается, поэтому год за годом, слой за слоем она накапливается, и это, и как раз из-за этого могут происходить изменения, потому что меняется тепловой режим почвы, плотный слой ветоши не дает возможности прорастать семенам луговых растений, меняется видовой состав, но кроме того, вейник обладает еще одним интересным свойством, он способен монополизировать цикл элементов минерального питания, он поглощает их из почвы, и осенью, когда, казалось бы, они должны с отмершими частями растения возвращаться обратно в почву, но такого не происходит, потому что вейник реутилизирует их, я думаю, что вы знакомы с реутилизацией на примере листопадных деревьев, которые каждый год желтеют, и как раз это следствие реутилизации соединения азота из листьев в многолетние органы растений, то есть в природе ничего не должно пропасть даром, все ценное растение накапливает в своих многолетних органах, а листья сбрасывает, вот, вейник поступает очень похоже, он реутилизирует элементы минерального питания из листьев и накапливает их в корневищах, в многолетних подземных органах, соответственно, листья у него отсыхают и превращаются в ветошь, то есть отмершие остатки, эта ветошь очень бедна, ну, практически это чистая целлюлоза, она очень плохо разлагается, и поэтому она накапливается в сообществе, она препятствует прорастанию семян, развитию побегов луговых растений, влияет на температурный режим почвы, а соответственно и на микробоциноз, поэтому вейник считается очень нежелательным видом на лугах, вейник это плохо, поэтому человек пытается с ним бороться, и эксперименты, проведенные в Чехии, показали, что против вейника очень хорошо помогает двукратное сенокошение за сезон, но есть одна особенность, дело в том, что это сенокошение плохо влияет не только на вейник, но также и на многие редкие виды, ради которых стоит сохранять луга, и тогда придумали очень интересный способ борьбы с вейником, к этому делу подключили растение полупаразит, погремок, ну, здесь мы с вами вспомним, чем паразиты отличаются от полупаразитов, паразиты лишены хлорофила, и полностью получают все от растения хозяина, полупаразиты имеют зеленые листья, и способны к фотосинтезу, но на самом деле, они тоже предпочитают по максимуму брать от растения хозяина, поэтому погремок у него очень широкий спектр хозяев, и если погремок развивается очень сильно, то это приводит к снижению продуктивности лугов, к разреженным травостоям, в общем, он тоже плохо влияет на луга, но не так, как вейник, и эксперименты показали, что если в сообщество с доминированием вейника подсевать погремок, и разово косить его, то это приводит к ослаблению вейника, и со временем восстанавливаются настоящие луга. Таким образом, за счет полупаразитического растения удается восстанавливать луга. Зачастую ветошь может служить причиной травяных палов. травяные палы, как правило, имеют антропогенное происхождение, иногда, конечно, бывает самовозгорание, но чаще всего люди специально поджигают траву, думая, что они таким образом приносят пользу растительному сообществу, но на самом деле нет. От травяных палов вреда гораздо больше, чем пользы. Люди считают, что таким образом они удобряют землю, что они позволяют траве пробиваться к свету, убирая эту ветошь. На самом деле, никакого обогащения почвы не происходит, потому что при прогорании очень много элементов минерального питания теряется. Ну и, конечно, самая неприятная особенность травяных палов это гибель большого количества животных, обитающих в траве, птичьих гнезд. Ну, что там говорить про животных, иногда вместе с сухой травой сгорают целые деревни. Поэтому травяные палы это очень-очень плохо. Сукцессии это сложный процесс, исход которого зависит иногда от самых неожиданных участников. Например, в экспериментах в Америке было показано, что эндофитные грибы злаков могут препятствовать исчезновению лугов. Изучали крупный злак, овсяницу тростниковидную, фистука рундина С. Это кормовое растение и у нас оно тоже здесь растет. И было показано, что участки, где фистука орундинации имеет эндофитный гриб из семейства головневых, эти участки не зарастают лесом, а те, где не было эндофитного гриба, те зарастали. Но эндофитный гриб обитает внутри злака и в принципе это такое сравнительно мирное сосуществование, когда гриб не убивает своего хозяина, но при этом синтезирует всякие вещества, которые хозяину могут оказаться полезными. Например, алкалоиды, которые делают его ядовитым и несъедобным для разных животных. Вот в данном случае эндофитный гриб овсяницы тростниковидной делал ее ядовитой для полевок. Поэтому грызуны ели молодые деревца и другие травы, и при этом не трогали тростниковидную овсяницу. Поэтому там, где овсяница была без гриба, там довольно быстро вырастал лес, потому что там грызуны ели овсяницу, а в тех местах, где овсяница была с эндофитом, там сукцессия заметно затормаживалась. Некоторые изменения в фитоцинозах бывают обратимые. Такие изменения называются флюктуациями, и они могут циклически повторяться год от года в зависимости от разных факторов. Например, от погодных условий, поскольку растительность реагирует на количество осадков и температуру от деятельности животных, их численности и так далее. Но в флюктуации характерны для самых разных травяных сообществ. Например, на лугах описаны флюктуации, связанные с изменением лажности в пойме. Во влажные годы начинает доминировать лютик ползучий, а в сухие годы лютик теряет свои позиции и на первый план выходит лесохвост луговой. Флюктуации также описаны в степях. В частности, они могут быть зоогенными, то есть связанными с численностью животных. Описано влияние полевки бранта на видовой состав степных сообществ. Полевка питается плотно-дерновинными злаками, и когда численность популяции полевок достигает больших величин, то они существенно выедают ковыль и кипчак, и кроме того, полевка она роет, и поэтому на пороях возникает залежный режим, что создает благоприятные условия для развития длиннокорневичных злаков. потом, когда численность полевок снижается, то степь приходит в исходное состояние, и снова начинают доминировать ковыль и типчак, а длиннокорневичные злаки выпадают из травостоя. Иногда бывает так, что в естественное сообщество вселяются виды из других регионов, и это может оказать очень сильное влияние на сообщество. Но самый яркий пример это борщевик сосновского, который вселяется в поймы рек, на луга, и формирует заросли, под которыми исчезает естественная растительность, и ничего нормально расти не может. Менее фатальный пример это люпин многолистный, люпинус полифилус. Это растение родом из Америки, оно в 1826 году было завезено в Англию, и там находилось в культуре, потом из Англии попало в Европу, в Европе использовалось как декоративное растение, и в конце концов люпин убежал из культуры, и теперь внедряется в естественное сообщество. Делает он это достаточно быстро, если 20 лет назад мы могли найти люпин только на приусадебных участках и клумбах, то теперь если мы едем на электричке, допустим, в Звенигород, то из окна видны в июне цветущие фиолетовые поля. Это все бывшие луга, в которых теперь доминирует люпин. Обратите внимание, какое это мощное растение. Самое удивительное, что у себя на родине он выглядит немножко не так. Это растение не превышает 20-30 сантиметров и не образует таких мощных монодоминантных зарослей. такие виды называются инвазионными. Они попадают к нам из самых разных регионов и последствия их внедрения бывают часто непредсказуемыми. Что же дает возможность этим видам внедряться в естественные сообщества и занимать в них господствующее положение? На этот счет есть несколько гипотез. Во-первых, это широта нормы реакции этих видов, потому что если они попали из одних условий в другие и смогли адаптироваться и не только адаптироваться, но также и занять господствующее положение, значит норма реакции у них очень широкая. Во-вторых, на первых порах у них нет естественных врагов. И в-третьих, они очень быстро эволюционируют, осваивая новый ареал. Есть еще четвертая гипотеза, которая пока нуждается в подтверждении, это то, что попадающие к нам новые виды могут использовать те ресурсы, которые аборигенные виды использовать не могут. Например, вот здесь вокруг нас растет второй инвазионный вид, это райграс высокий из семейства злаки. Этот вид способен очень эффективно поглощать элементы минерального питания из почвы, и что дает ему конкурентное преимущество перед теми видами, которые также обитают на этом лугу. Райграс высокий прибыл к нам не из столь отдаленных мест, это вид из Южной Европы, но он активно расселяется и буквально за последние 20 лет он заселил нашу пойму, сформировав характерные монодоминантные сообщества. Здесь я должна пояснить, что те виды, которые достаточно давно здесь обитают, и мы человечество не помнят, как они здесь появились, называются аборигенной флорой. Люпин, райграс и прочие вселенцы, появившиеся не так давно, называются адвентивной флорой. Когда пройдет очень много времени, то люди тоже начнут их считать аборигенными, но пока это другая фракция. И все это вместе называется конкретной флорой. Человек очень часто недооценивает луга, считая их чем-то утилитарным, рукотворным, необходимым для нужд сельского хозяйства. Но на самом деле луга являются очень ценными сообществами не только с сельскохозяйственной точки зрения, но также как экосистемы, обладающие огромным биоразнообразием. Луга обладает эстетическим значением, рекреационным. Посмотрите, как вокруг красиво. я хочу сказать несколько слов о биоразнообразии лугов. Дело в том, что травяные сообщества являются наиболее богатыми экосистемами на малых пространственных масштабах. На лугах средней полосы на 100 квадратных метрах можно насчитать от 40 до 70 видов сосудистых растений. На самом деле это очень много. Бывает и больше, если мы возьмем травяные экосистемы степной зоны или альпийские луга. Но сейчас речь не о них, хотя это тоже очень интересно. Кроме богатого видового состава луга являются место обитания для многих ценных и редких видов растений животных. Некоторые виды обитают исключительно на лугах, в частности некоторые архидные и с исчезновением лугов эти виды также исчезнут. Где же эти виды жили до начала хозяйственной деятельности человека? На самом деле видообразование идет. За несколько тысяч лет как-то виды все равно изменились те, которые живут на лугах. Они не возникли из ниоткуда. Они конечно и до этого жили в прогалах, поймах, на пазбищах зубров и так далее. Просто площади были не те. Но место обитания были. Они были видимо меньшей площади и таких масштабов открытых пространств в лесной зоне не было. Они появились в результате деятельности человека и дали возможность этим видом существовать. Последнее время люди стали понимать необходимость охраны лугов, но тут возникает проблема, потому что луга, являясь полуестественными сообществами, при традиционных мерах охраны начинают исчезать. дело в том, что у нас классический заповедный режим подразумевает полное исключение всякой хозяйственной деятельности и как мы с вами уже обсуждали, при этом начинается либо зарастание кустарниками и лесом, либо заселение всяких неприятных видов типа веника наземного. Поэтому охрана лугов, для охраны лугов должен быть разработан специальный режим, включающийся накошение, желательно ручное. И сейчас в некоторых странах Центральной Европы есть специальные луговые заказники, которые поддерживают традиционные методы хозяйствования. то есть там восстанавливают способы сенокожения, схемы выпаса, которые привели к формированию вот этих самых богатых сообществ. Вообще луга очень чувствительные экосистемы и при изменении типа хозяйствования они на это довольно быстро реагируют и либо исчезают, либо объединяется их видовой состав и становится уже не таким ценным. Последние годы как в Европе, так и в России в результате разнообразных социально-экономических процессов происходит смена схем землепользования, что приводит как к забрасыванию лугов, так и к интенсификации их использования. И интенсификация использования лугов также на них влияет негативно. Что такое интенсификация? Это применение удобрений, пестицидов, многократное скашивание и все это ведет к увеличению продуктивности травостоя, но приводит к смене состава лугов, исчезновению редких видов и в этом случае ценные экосистемы также теряются. Поэтому охрана лугов это очень тонкий интересный момент и сейчас он находится в стадии разработки. В частности мы с вами обсуждали методы реставрации лугов и восстановления их после зарастания вейником при помощи погремка. Будем надеяться, что в результате этих процессов площадь луговых экосистем перестанет сокращаться и может быть даже увеличится площадь наиболее ценных лугов. лугов. «Поставка» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok